Умерла Галина Волчек Последние дни жизни художественный руководитель «Современника» провела в больнице. Актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии вскоре после своего дня рождения. Сообщения о том, что Галина Волчек страдает от серьезных проблем со здоровьем, появились еще в 2014 году. Тогда она попала в реанимационное отделение одной из московских клиник с отревентрикулярной блокадой сердца, из-за которой ее сердцебеление было сильно нарушено. Однако тогда народную артистку СССР спасли врачи. 19 декабря худрук «Современника» отметила свой последний, 86-й день рождения. Через 4 дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку женщина не могла самостоятельно дышать. Публикация фотографий из Инстаграма. Галина Волчук умерла в больнице 26 декабря, не приходя в сознание. Об этом сообщила ВИА Новость. Со ссылкой на представителей театра. Россиянам она запомнится как один из основателей Московского театра «Современник», бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету десятки ролей в постановках и кино. Она сыграла в таких фильмах, как «Дон Кихот», «1957. Берегись автомобиля», «1966. Осенний марафон», «1979». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сущий ад. Могилу Децла подожгли на Рождество. Придумана большая врага. А ты на обыкную рождение дочери. Встретившаяся с Шапилевым Орлова два часа не могла встать с кровати. Россиянам пригрозили варварским обсасыванием. Люди помогают ему. Афина рассказала о тяжелом положении Моисеева. И многое другое.